Добрый день, друзья! Это обучающий центр кибермаркетинг, телеканал SEO Pult TV. С вами я, Сергей Иванов. Сегодняшний наш вебинар проведет Владимир Давыдов, совладелец, руководитель отдела ведения проектов и заботы о клиентах компании Комплеты. Владимир, привет! Привет! Прежде чем ты начнешь рассказывать о сквозной веб-аналитике в B2B и сетях дилеров, я хотел бы сообщить всем нашим участникам вебинара, нашим слушателям-зрителям о том, что 23 октября в Москве пройдет крупнейшая интернет-конференция под названием, как вы догадываетесь, «Кибермаркетинг 2015». Причем не просто «Кибермаркетинг 2015», а «Кибермаркетинг перезагрузка». Что это означает, я могу только намекнуть, рассказать вам о том, что будет вместо одного потока, традиционно, целых три потока, где мы будем говорить и о SEO, и о Digital, и о Mobile, и о Big Data, и обо всех новейших тенденциях. И подбор спикеров будет потрясать ваше воображение. Если вы интересуетесь, обязательно зайдите на сайт «Кибермаркетинга» в раздел «Конференции» и убедитесь в этом сами. Еще у меня приятная новость о том, что если вы успеете зарегистрироваться до 23 сентября, то вы можете пойти на конференцию по специальным очень привлекательным ценам. Конференция состоится 23 октября. На этом пока у меня все. Я предоставляю слово Владимиру. Не забываем о том, что мы в прямом эфире. Задавайте ваши вопросы. Владимир, тебе слово. Да, друзья, еще раз здравствуйте, всем привет. Сегодня мы поговорим о такой сложной теме, никогда еще не поднимавшейся, на самом деле, в России. Ну, то есть, имею в виду, что мы говорили об этом много раз уже, но, скажем так, дело до кейсов, дошло у нас впервые, поэтому будет, мне кажется, интересно. Меня зовут Владимир Давыдов, как уже меня представили, из компании «Комплета», из маркетинговой группы «Комплета». Кратко совсем о самой компании «Комплета», для тех, кто не знает. Да, мы прошли весь путь от SEO-компании, от агентства контекстной рекламы, от веб-студии, от интернет-агентства, которое оказывало услуги продвижения там сайтов, увеличения конверсии, разработки дизайна, повышения продаж, да, по действиям продвижения, по лидам и так далее. Все эти схемы, они достаточно печальные, бизнесу они не помогают. В итоге мы перешли на подход системного электронного маркетинга, когда мы изучаем, реально изучаем бизнес, маркетинг, все его составляющие и рассказываем, и не только рассказываем, но и делаем руками сами, все то, всю ту интернетизацию, электрификацию, скажем так, маркетинга, которая позволяет компании реально развиваться. Это не только реклама, это еще и аналитика, любая разработка и тому подобное. Работаем мы преимущественно, я бы даже сказал, только с B2B-компаниями, это первый сегмент. Второй сегмент — российские производители, у которых есть сети дилеров или филиальные сети какие-то. И третий вариант — это поставщики каких-то сложных товаров и услуг, сложной техники, оборудования, услуг, которые сложно продавать, да, то есть не e-commerce, не FMCG и подобные товарные продуктовые бренды, не стартапы, не веб-сервисы. На наш взгляд, там все максимально предельно понятно, можно обойтись и без системного подхода. Все то, что мы называем системным подходом, вы видите сейчас на экране, это восемь пунктов, которые включены в план и в работу для любого и каждого нашего клиента, да, клиенты не могут от этого отказаться, в обязательном порядке делается это все. Ну, естественно, в зависимости от потребностей каждый пункт делается по-своему, понятно. Вот это вот все в 2015 году мы практически закончили обсуждать абсолютно бесплатно. На каждой из этих пунктов был проведен бизнес-завтрак, снято видео, написана статья, сделан какой-то вебинар дополнительный. Все это вы можете найти на наших каналах абсолютно бесплатно, максимально подробно. По идее, если вы просмотрите абсолютно все материалы в этом году, вы можете сделать подход системного электронного маркетинга у себя в компании сами. Также огромное количество материалов, это десятки, может быть, сотни часов с наших уже прошедших четырех онлайн-конференций для B2B, электронный маркетинг в компаниях B2B. Опять же, все записи бесплатно у нас на канале. Давайте уже начнем содержательную часть. Сегодня мы будем говорить о, скажем так, максимально сложной реинкарнации веб-аналитики, а именно об измерениях дилерских сетей, как правило. Ну, также для сложных измерений для B2B, когда приобретение товара не делается через сайт. В общем-то, мы единственные в России, кто этим активно занимается. С 2010-2011 года мы позиционируемся и работаем только с B2B, сетями дилеров, со сложными товарами и услугами, и научились максимально подробно все это дело измерять. Перед тем, скажем так, как максимально, наверное, понять мой сегодняшний доклад, есть два предыдущих доклада, которые я рекомендую вам посмотреть. В них как раз рассказана предыстория о том, как мы шли к этим кейсам, которые сейчас вы увидите, что вы должны сделать обязательно, чтобы прийти к этим кейсам. В общем, все это тоже не сразу, скажем так, строилось. Итак, смотрите, аналитика до продаж в дилерских сетях. Тема такая, про которую в России, вы знаете, как говорят, да много говорят, но никто не делает, вот в России даже про нее не говорят. Вот сейчас мы этот вопрос подняли, мы сделали кейс, мы про это рассказываем, действительно тема очень интересная. А вообще веб-аналитика в России, любая, тема достаточно молодая, совершенно неразвитая. Как может показаться, много на эту тему проходит различных конференций, семинаров, на самом деле всего проходит, если глобально смотреть на это, со стороны профессионалов очень мало. Счетчики Google Analytics установлены всего лишь на 20% сайтов, при том, что Google Analytics является достаточно слабой аналитической платформой, ну, самый сильный из бесплатных, в общем-то, из таких бесплатных популярных, я бы сказал, есть бесплатные, которые сильнее. И тем не менее, только 20% сайтов используют ее. У кого настроены цели и события, я думаю, это единицы процентов, единицы процентов от этих 20. Не говоря уже про какие-то выгрузки данных, анализ их на стороне даже в Excel, я не говорю про какую-то сложную визуализацию, поэтому тут как бы говорить, особенно в России какие-то практические кейсы не приходится. Тем не менее, ситуацию сейчас будем исправлять, буду рассказывать именно максимально подробный кейс со скриншотами, с примерами. Если в конце останется время, я покажу еще теорию, некоторую теоретическую базу, подведу под это все дело. Перед вами на картинке вы видите стандартную, скажем так, схему, ну, более-менее стандартную, которая работает в интернете для компаний с дилерской сетью. Наверху, в самом ее верху, вы видите головной сайт компании. Это, как правило, брендовый сайт, он может продавать напрямую, даже бывает такое, что он может и продавать товар, потому что дилерские сети, они не только у товаров, которые через интернет не покупают, сложных каких-то товаров, но и могут быть у простых товаров, которые можно даже как-то оплатить. Это не очень часто случается, на самом деле, как правило, все-таки нужно прийти к дилеру, у него там что-то заказать, оплатить, но тем не менее. В любом случае, на таком сайте есть телефон, есть кнопка «Купить». Кнопка «Купить» она условна, потому что, на самом деле, как правило, это кнопка «Предзаказать». Да, да, то есть что-то предзаказать, потом дилер это закажет уже с завода или с какого-то склада, привезет, возможно потребуются дополнительные замеры, предоплата, еще что-то, и только после этого будет финальная оплата от клиента и будет отгрузка, поэтому это вот несколько условно. После этого звонок поступает в колл-центр, в котором работает обязательно CRM, электронная заявка поступает в специальную систему, опять же, мы ее специальным образом разработали, отсева и приема электронных заявок и, соответственно, туда же поступают у нас звонки, то есть единая система, которая позволяет объединять звонки из колл-центра CRM и электронные заявки, заказы, поступившие с сайта. По эту систему я отдельно расскажу, в кейсах дальше. После этого дилер делает заказ со склада, с завода, с предприятия какого-то и удовлетворяет звонок и или электронную заявку. Ну, после этого товар получает конечный потребитель, возможно, после серии каких-то предварительных там, я не знаю, если это нужно, замеры, установки, настройки и так далее. Слева внизу вы видите такие желтенькие сайты, это, скажем так, сайты дилерской сети, то есть у каждого дилера, как правило, в современном мире есть магазин какой-то, офис и, как правило, большинство держит сайты. Как правило, они печальные все, но, тем не менее, они есть, ну, разного уровня, бывают и хорошие. С них также, как вы видите, вот один сайт выделен для примера, поступают заказы, да, и они также централизованно складируются в систему. Про дилерские сайты сегодня не будет доклад, наверное, это тема отдельного большого вебинара. Мы также для наших клиентов делаем систему унифицированных, распределенных дилерских сайтов с единым продвижением, с единой аналитикой, с единым управлением, с единой маркетинговым каким-то, скажем так, каркасом. Это тоже очень важно для сбора регионального трафика, эффективной ее конвертации и так далее. Вот эта система, ну, как бы это понятно, не вся система электронного маркетинга, понятно, что там еще множество аспектов, которые касаются рекламных компаний, контент-маркетинга, разработки всех этих систем и сайтов, настройки, отчетности и тому подобное, это все тоже делается, но это за рамками сегодняшнего вебинара. Но глобально для аналитики, я вот трачу сейчас время специально на одном слайде, эта схема очень важна. Естественно, такая система в российских компаниях сразу построена быть не может. Как правило, для того, чтобы построить такую схему, первонаперво необходимо разобраться с телефонией. Для этого у нас в группе есть партнер, в группе компаний, специальный телеком-оператор, с которым мы выстраиваем у наших клиентов телефонию, делается это на базе максимально управляемого Астериска, но еще и по цене он адекватен, да, и вся телефония переводится на IP-базу. Также мы имеем возможность подключать сотовые телефоны к Астериску, удаленные офисы, организовывать сетки бесплатных звонков по России внутри сети, делать хитрые переадресации, записи разговоров, но об этом, кстати, сегодня я тоже расскажу. Так вот, сначала необходимо сформировать телефонное ядро системы, расписать маршрутизацию звонков, принципы обработки вызова и так далее. После этого необходимо, скажем так, максимально сделать обработку вызовов, да, чтобы звонки определялись, куда нужно уходили, они показывались хотя бы в какой-то, может быть даже на IP-телефонах, откуда это все пришло, и отмечались хотя бы даже на телефонном сервере. После этого телефония стыкуется с CRM, то есть CRM заводится в данном случае, там вот было семь типов обращений, естественно, их может быть любое количество, и происходит обработка вызовов уже не просто по каким-то там телефонным историям, телефонным моментам, а именно по бизнес-процессам. Да, то есть возможность связки с колл-трекингом сайта, это отчетность базовая по звонкам, как-то запись, принятые, не принятые, переадресованные дилером и там не принятые, и так далее. То есть любая, любая система, но уже связанная с CRM. После этого делается, уже в CRM стыкуется с веб-аналитикой, и делается расширенная отчетность по рекламным каналам вплоть до жизненных циклов клиентов. То есть мы можем выбирать любого клиента, смотреть по идентификатору пользователя все его взаимодействия с рекламными каналами, по юзер-иде я имею в виду, все его взаимодействия с сайтом, все его взаимодействия оффлайн, которые отмечаются в CRM, и, соответственно, все его проплаты и все затраты, которые мы понесли. Ну и, соответственно, финальная интеграция — это с различными бизнес-системами, как то системами бронирования остатков, складами, календарями замерщиков, вот то, что у нас было сделано, одинэсками, ну, в общем, дополнительными всякими системами, которые позволяют гораздо более точно, а иногда и просто сами по себе позволяют это сделать, произвести отчетность до продаж. Давайте посмотрим, что было сделано для наших клиентов. Здесь будет набор из нескольких клиентов, из нескольких кейсов. В данном кейсе была с нами, с партнером написана отдельная CRM, специально под клиента. Она не супер там красивая, супер современная, да, может быть, не похожа на передовые какие-то SaaS решения, тем не менее, она специально написана под задачей нужды клиента, специально имеет за вкладку, вот слева стрелочкой указаны дилеры, отчеты. И здесь все построено на том, что она максимально дает такую отчетность по сетке дилеров. Да, в общем-то, с другими CRM это тоже можно выстроить без проблем. Вот. Но здесь были особенности, которые проще и быстрее и дешевле было реализовать, особенно, поскольку эта система реализовывалась там полтора уже, на самом деле, года назад, вот, было принято сделать вот такую систему. Как вы видите, здесь отображаются все рекламные каналы, все статусы звонков, все типы переадресаций, куда звонок ушел, все это сохраняется в системе. При входящем звонке происходит автооткрытие карточки, выводится всплывающее окно, в нем можно оставить комментарий к заказу, в нем определен телефон, если карточка уже по этому номеру телефона была заведена и клиент существует, открывается карточка существующего клиента. Соответственно, также подтягиваются сюда все рекламный канал, с которого пришел человек, вся история, связанная с его интернет-активностью. Ну и дальше начинается та самая магия, самое интересное, да, ради чего это все делалось, это из звонка в колл-центре операторы создают обращение, и это обращение, самое важное, имеет связку с системой бронирования со склада, которую также мы писали для данного клиента, но если она уже у вас есть, может быть вы используете бронирование в 1С или еще где-то, тоже не проблема состыковать. Соответственно, в чем здесь история, да, связка с системой бронирования означает то, что когда этот заказ попадет дилеру, дилер в конце закажет продукцию и поставит ее к себе в дилерский магазин-салон, человек придет отдаст ему офлайн деньги, мы увидим, что в итоге такая продукция была заказана, поставлена, клиентам и дилерам оплачена. Более того, эти все обращения состыкованы с календарями замерщиков, потому что данная продукция предполагает выполнение замера первоначального клиента, соответственно, эти обращения также выстраиваются в определенной очереди. То есть это тоже удобная система, если у вас дилерская сеть предполагает выезды каких-то замерщиков, не знаю, может быть, предварительных осметчиков, еще кого-то, то также необходимо стыковаться и с этой системой в том числе. Ну и тут еще есть третья составляющая, это монтаж. Да, в данном случае необходим монтаж, соответственно, заказ также идет в специальную систему, которая вот написана, сейчас там планируется мобильное приложение сделать, да, в монтажную систему. То есть там можно видеть занятость монтажника, монтажник ее берет, обрабатывает, закрывает. Таким образом можно сделать реально сквозную аналитику, от обращения с рекламного канала на сайт до замера, до монтажа, до финальной оплаты, то есть, ну, действительно сложная история, совершенно нетривиальная, не похожа на e-commerce, не похожа на посадочные страницы, многоходовая такая аналитика. Действительно для нее нужно много чего написать, много чего сделать и нужно на это решиться, однако результаты, конечно, великолепны для бизнеса. Если говорить визуально то, что только что проговорил, выглядит это достаточно понятно. Все рекламные каналы, включая офлайн, это очень важно, прометки телефонные идут на уровне наружки, на уровне телевизора и так далее. Все они идут в колл-центр, там обрабатываются, и после этого колл-центр работает с CRM-системой и вот с тем самым порталом, про который я рассказывал сейчас, то есть, это стыковка с бронированием, стыковка с монтажниками, с замерщиками, с дилерами и субдилерами. Что нам это дает? Да, связка CRM с веб-аналитикой, она дает нам, понятно, что отправку всех данных о заказах по телефону не только в CRM с сайта, но и обратно в веб-аналитику, то есть можно, соответственно, загрузить, сделать импорт данных обратно, например, в Google Analytics и там делать интересные разрезы на эту тему, можно, конечно, отдельно все это дело выгружать, мы так тоже делаем, отдельно данные из веб-аналитики, отдельно данные из CRM, сопоставлять их по идентификатору клиента, по идентификатору сессии и что-то с ними делать, но можно сделать проще стандартным инструментом Google Analytics. Подтягивание данных об источниках заказов в CRM, ну понятно, и отчеты, соответственно, такие true-отчеты по многоканальности, не та ахинея, которая делает Google Analytics стандартными своими способами, да, что вот там канал поисковый трафик, вот канал там контекст, и он там расставляет их как-то, а вы там играетесь, но это, конечно, полный бред, то есть с этим работать невозможно. Нужно реально смотреть на каких шагах, на каком этапе воронки, какие были отвалы, какие были привалы и так далее, да. Все это можно сделать только с помощью вот такой вот системы. Ну и аналитика, конечно, по рекламным каналам. Фишка такой системы и вообще системного подхода электронного маркетинга нашего заключается в том, что нет плохих или хороших рекламных каналов. Любой рекламный канал подлежит тестированию. Меня очень сильно удивляет, я этого не понимаю, когда кто-то в области интернет-маркетинга говорит, вот для вашего типа бизнеса будут работать вот такие каналы, а для вашего типа будут работать вот такие. Совершенно это непонятно и неоправданно. Да, на нашем опыте совершенно для какого-то невероятного, дорогого мутного оборудования работают одноклассники, да. Или наоборот там не работает Facebook. Надо смотреть, проверять. Опять же, имея настроенную сквозную аналитику, можно четко проверять любые каналы, тестировать любые ходы и использовать. Ну, соответственно, заказ замера онлайн можно измерять в данном случае по телефону, по любому каналу, конверсию по городам, по регионам, по дилерам. Да, можно посчитать стоимость заказа замера по каждому рекламному каналу. Да, соответственно, такая система, как я уже рассказывал в начале, она принимает не только звонки, но и электронные заказы с сайта. Причем я прошу отметить, что это не e-commerce, это именно заказ, предварительный заказ. То есть человек делает предварительный заказ, он падает к конкретному дилеру, при этом проходя предобработку в колл-центре, проходя через нашу систему обработки заказов, и только после этого уже человек куда-то, допустим, подходит, смотрит, проверяет, с ним консультируется, он делает оплату и ему доставляют продукцию. Соответственно, электронные заказы также падают в CRM, также отмечаются, и, соответственно, с ними немного попроще, чем с телефоном, да, с ними сразу же видно, что это был за канал, что это была за рекламная система. Соответственно, список всех сделанных заказов электронных, в том числе и не только, хранится в системе, понятно со всеми их рекламными каналами, операторами, звонками и так далее. И получается, мы видим такой упрощенный, сильно упрощенный бизнес-процесс, он выглядит так, сайт, различные события и действия, телефон, заявка в CRM, передача дилеру, контроль обработки удовлетворенности, вот на этих двух пунктах передача дилеру и контроль обработки удовлетворенности происходит целая сложная система, про которую я рассказывал, про замерщиков, про отгрузки, про систему бронирования, ну и закрытие заявки, положительное, отрицательное, что-то там случилось с ней. Вот, казалось бы, что это уже, в общем-то, достаточно для того, чтобы это рассказать и, в общем-то, набраться вам тоже сил и желания сделать, но на самом деле это малая часть того, что я хочу сегодня рассказать, дальше будет еще интересней. Более того, в этой CRM-ке есть закладка «Дилеры». В чем самый главный интерес дилерских сетей? Обычно дилеры нихрена не хотят работать, ну так случилось. Соответственно, нужно бы контролировать, каким образом дилеры, особенно если это не монобрендовые дилеры, что случается не часто, а если это мультибрендовые дилеры, то есть продают не только продукцию вашу, да, надо бы контролировать по-хорошему, насколько они адекватны, насколько они обрабатывают заказы, насколько они сливают, особенно если бюджет у вас федеральный. Ну, в смысле то, что вы его выделяете в общем на интернет, например, да. Ну, возможно, какие-то дилеры захотят также контролировать и свои рекламные бюджеты, если они у них большие. Соответственно, можно контролировать, какой дилер, скажем так, сертифицирован, какой нет. На самом деле понятие «сертифицирован» оно очень-очень общее и очень управляемое, это здорово. Что входит, ну тут можно отметить, да, что он сертифицирован или нет. Что входит в понятие сертификации дилера, об этом мы чуть позже тоже поговорим, давайте сейчас я об этом скажу. Это может быть любой набор условий, да, действительно ли он прошел какие-то обучающие курсы, действительно ли он принимает нужное количество звонков беспропущенных, у него есть какой-нибудь монтаж сертифицированный, опять же, он там имеет какую-то, может быть, численность персонала, он в каком-то регионе, он просто приоритетный может быть для вас. То есть, по сути, это параметр, который, ну, говорит, что да, дилер хороший, адекватный или нехороший, неадекватный. Можно также сделать скоринг, то есть вместо сертификации, где написано «да» или «нет», проставлять, например, суммарный скоринговый балл и в итоге по баллам дилеров ранжировать. То есть, этим больше заказов, этим меньше заказов, этим вообще ничего, пусть сосут лапу. Рекламации. На Комплета.tv у нас есть конференция EMB2B, и там последний раз самая свежая конференция проходила про кейсов B2B, и мы там рассказывали наш кейс, как мы выстраиваем систему работы с отзывами в интернете, она, как обычно, не похожа на то, что делают другие компании в интернете, она работает на основе, скажем так, специальных таблиц, на основе настроенного IQ-база и на основе ручного труда, как это ни странно, потому что никто еще с отзывами автоматически работать не научился. И это очень интересная система, она действительно будет полезна, там бизнес-процесс расписан, как этот процесс работы с отзывами, с рекламациями через интернет выстроен, и системы все прописаны. Так вот, в CRM также все это дело подтягивается, и в итоге у нас получается очень интересная система. У нас есть жалобы с сайта, жалобы по телефону, жалобы, найденные в интернете. Ну, с позитивными отзывами понятно, с ними работать особенно не нужно, мы говорим про негатив в основном, да? Создается задачка в CRM, присваивается номер обращения и после этого запускается бизнес-процесс работы, обработки этой рекламации. Он указан на экране, он подробно расписан на EMB2B на последний, там есть кейс, да, от Романа Цветкова с нашей компанией. В общем, рекомендую посмотреть, более глубинно изучить. А, ну вот, собственно говоря, для вашего удобства я даже и привел название, я даже и привел ссылку, пожалуйста, посмотрите. Казалось бы, что этого тоже уже должно быть достаточно и, в общем-то, все более-менее понятно, что это на практике работает, что есть, есть веб-аналитика сложная в сетях дилеров, но это тоже не все. Помните, я обещал рассказать отдельно про систему, которая обрабатывает электронные заявки, потому что с call центр CRM все более-менее понятно, я скриншоты показал. Давайте я покажу, как работает система, которая хитрым образом, хитрым образом распределяет электронные заявки по сети дилеров. Представьте, у вас есть головной сайт, ну, сайты дилеров тоже есть, об этом чуть попозже, вы на этот сайт тратите много денег для того, чтобы привлекать туда людей, но сайт не продает, сайт только рассказывает про вашу продукцию, услуги, а заказать что-то вы можете непосредственно у дилера в вашем регионе, городе, может быть, в каком-то округе, да. Соответственно, получается, что заказы через сайт каким-то образом должны падать, распределяться по регионам и как-то разлетаться по дилерам или по каким-то филиалам по России. У дилеров есть свои сайты, которые также они могут продвигать сами, вы можете на каких-то приоритетных дилерах, это очень часто случается, выделять бюджеты дополнительные, чтобы способствовать развитию в регионе, да. Они тоже получают заказы, и они тоже должны с этих сайтов падать в единую систему. Получается, что в конкретном регионе должна быть какая-то электронная система, которая собирает заказы и каким-то образом заставляет, мотивирует или просто распределяет их по дилерам. Что здесь мы сделали в этой системе, в чем она интересна? Интересна она тем, что когда с головного сайта или с дилерского приходит заказ, он падает в эту систему, и никакие контактные, ну и соответственно он распределяется дилерам, либо тут могут быть любые алгоритмы. Это может быть алгоритм, как мы это называем такси, да, когда, например, заказы просто падают, и дилеры выбирают их, кто успел, тот и съел, скажем так. Это может быть приоритетное распределение, когда каким-то дилерам, у которых лучше балл или они сертифицированы, дается больше заказов, каким-то меньше. То есть любые алгоритмы могут быть настроены. Так вот, когда дилер получает заказ, ему дается определенное, он не видит контактных данных, да, во-первых, человека, который ее оставил. То есть человек отправляет заявку, он пишет свое имя, телефон, почту, ну телефон обязательно, почта там по желанию или тоже можно обязательно сделать, в зависимости от данных. И, соответственно, получается, что такой заказ падает, но дилер не видит контактные данные человека, может быть, только имя. Если он в период определенного времени не нажимает кнопку «Принять» или же нажимает кнопку «Принять» этот заказ, но, соответственно, звонок очень короткий, может быть, там не дозвонился или чем-то остались недовольны и так далее. Как только он нажимает кнопку «Принять», система телефонии через астериск делает обратный звонок, callback, так называемый, клиенту и соединяет голосовой канал с дилером. Ну, то есть, по сути, он по этой кнопке делает callback клиента. Общается с ним и, соответственно, после этого заказ считается закрепленным за этим дилером и мы отслеживаем его качество. Если же звонок за заказ не был принят или же его длительность была очень маленькая или же каким-то еще критерием, заказ, не разглашая имя, телефон и почту, уходит другому дилеру. Что из интересного? Как только заказ, заявка осталась за конкретным дилером и он начал ее выполнение, у нас есть имя человека, его телефон и почта. Соответственно, мы всегда можем в абсолютно автоматизированном режиме, ну, кроме прослушки разговоров, это делается выборочно, слухачами, ну, такой, на самом деле, тоже для компании автоматизированный режим, отсылать ему на почту и на телефон через какие-то промежутки времени различные вопросы, ну, там, статусы, естественно, заказа можно, но это не главное, это понятно. Отличные вопросы. Как был выполнен заказ, был ли он выполнен, адекватный ли дилер, не обманул ли нигде, как обслужил. Почему это здорово? Это автоматический режим, автоматические триггерные письма, смски, если это нужно, да, со ссылками какими-то быстрыми. Это позволяет реально контролировать работу дилеров по всем фронтам, при этом не привлекая какую-то армию контролеров, менеджеров, менеджеров и так далее. Соответственно, можно установить условия, в которых дилеры участвуют в борьбе за заказ, все это реализовано в нашей системе, да, готов выполнить срок, это вот кнопка «Принять», «Монтаж», «Наличие», «Сертифицирован», «Высший рейтинг дилера в регионе» и любые другие критерии. Что дает такая система? Заметьте, в нее никаких проблем нет пробросить и на самом деле заказ из телефонии. Почему здесь это не сделано, почему про это я не говорю, потому что телефония, на самом деле, как и эти заказы, они все падают в итоге в CRM. Просто, например, бывает, ну, такие компании много, что у вас нет CRM, нет колл-центра. Ну, так случилось, тогда мы к этой системе же можем подключить еще и звонки, которые будут там отмечаться, поступать, то есть сделать из нее такую простенькую дилерскую CRM, ну, совершенно простую, да, но тем она и великолепна, что на самом деле работает то, что просто. Чем сложнее CRM-система, чем сложнее какая-то система контроля, никто в итоге ими не пользуется. Очень простые решения, они, конечно, дают, может быть, меньше гибкость, да, но они во всяком случае работают. И если у вас, например, в России компания и в ней нет ничего, то говорить, что мы вам сейчас тут навернем, там, сложную какую-нибудь CRM-систему, стыкованную совсем подряд, то это не будет работать. Соответственно, что нам дает такая система? Ну, понятно, что полная, сквозная аналитика, да, всего-всего-всего, а самое главное, что для покупателя в ней есть положительные стороны. Это гарантия подлинности, заказ монтажа сразу, если это нужно, напрямую с сайта производителя доверие больше заказ, удобно, надежно, без срыва сделки и так далее. То есть реально, казалось бы, что вы уже, у вас есть сайт, который не может продавать. На самом деле, как это показывает практика, можно продающим сайтом сделать еще и брендовый сайт, сайт, скажем так, который, казалось бы, никак не может продать, на котором обычно делают где купить. По кейсам вот этим вот у меня все, я бы хотел еще рассказать интересные возможности веб-аналитики, которые будут актуальны B2B, и также на самом деле их можно позаимствовать для B2C, то есть нестандартные примеры использования веб-аналитики. Пример номер раз. Для одного из наших клиентов мы написали так называемую систему внутрисайтового промоутирования. Что это значит? Вы наверняка сталкивались с тем, что когда запускается сайт, сдается клиенту, начинается история по бесконечному навешиванию на сайт дополнительных баннеров, акций, каких-то всплывашек. Ну, сайт потихонечку умирает. Помимо того, что это все не отслеживается, не измеряется и так далее. Соответственно, было принято решение продумать один раз, нарисовать все возможные акции, баннеры, предусмотреть места на сайте для них. Ну, соответственно, новые акции, новые баннеры можно дорисовывать, понятно. То есть заранее продумать, как на сайте будут выглядеть различные акции, там скидки, промоушены, промо и так далее. Была написана система, которая является таким, ну, Яндекс.Директом, что ли, ну, мини, мини Google AdWords, да, внутри сайта. То есть она позволяет размещать объявления и внутри сайта, но при этом она позволяет их таргетировать по UTM-меткам, то есть по типам объявления, по рекламным каналам, по Client ID из Universal Analytics, то есть можно еще каждому конкретному человеку что-то показывать, и на основе предыдущих посещений. То есть детальная аналитика акций, удобный формат и можно понять, что сработало лучше. Скидка, подарок, какое-то приглашение куда-то, да, что-то еще. Соответственно, под разные аудитории можно делать разные акции, показывать баннеры в зависимости от вот этих вот критериев UTM, Client ID, предыдущие посещения. Система выглядит очень просто, как и все, что мы стараемся делать, тем не менее она максимально функциональна, и мое любимое поле – это Seed Targeting, то есть таргетинг по Client ID. Это дает огромные возможности, да, этот таргетинг по конкретному человеку, так называемый персонифицированный таргетинг, это здорово, то есть можно тестировать разные акции на одном и том же человеке. Что еще из интересного? На сайте реализован на том же, да, выбор не по параметрам, а выбор по гуру, да, то есть можно ответить на пять-шесть простых вопросов, и тебе подберут товар. В принципе, как на Яндекс.Маркете, тот же гуру какое-то время был, сейчас вроде бы его уже нет. Соответственно, такой гуру, он не только удобен для пользователя, но и очень классный для аналитики. На каждом его этапе, на каждом выборе шага, на каждом выборе варианта проставлено событие, и как только человек не дошел до конца, не выбрал продукцию, не сделал заказ, отвалился на каком-то шаге, мы догоняем его в сетях ретаргетинга, ремаркетинга, различными баннерами, объявлениями, и пытаемся его, мы уже знаем, что ему не понравилось, да, где он отвалился, и пытаемся его активно возвращать. То есть такая стадийная система позволяет очень здорово работать на сложных рынках. Да, она, конечно, может пригодиться и в B2C, но в B2B без нее просто делать нечего, да, просто делать нечего. Когда решения принимаются долго, товары дорогие и сложные, и мы видим стадийность человека, надо это использовать максимально подробно. Что еще? Фильтры. Фильтры есть и в e-commerce, естественно, и в B2B, и везде. На фильтры можно навесить события и делать очень интересные отчеты, да, по тому, как люди заходят на сайт и как они выбирают фильтры. Что это такое? По сути, это условно бесплатное и уж точно в десятки раз дешевле, чем маркетинговое исследование, да, то есть это то, что вы можете взять посетителей своего сайта, сайта, если у вас их сотни, тысячи, там, в месяц, да, это уже здорово, у многих такая посещаемость есть и больше. И, по сути, на такой огромной выборке вы смотрите, даже если люди не покупают, что они выбирают в фильтрах, что им нравится, что популярно, где-то можно найти какие-то скрытые возможности, скрытые перспективы. То есть анализ фильтров на сайте позволяет вам реально что-то сделать. Вот здесь приведены определенные фильтры и выводы из этих фильтров. Ну вот, например, еще один фильтр и определенные выводы из него. Что еще из такого нестандартного можно сделать? Представьте, что у вас очень там ограниченный бюджет, у вас, может быть, нет колл-центра, нет колл-трекинга, ну не только ограниченный бюджет, по разным причинам этого может не быть. Возможно, что это невозможно это сделать, там дилеры неуправляемые, еще что-то. Тем не менее, хотелось бы каким-то образом, возможно, это не дилер, а ваш телефон единый на сайте, но вы не хотите ставить колл-трекинг, например, по разным причинам. Есть такая возможность закрыть частично номер телефона, вот как здесь это сделано, такой вот лупой и надписью «смотреть» полностью. Нажав на этот телефон, человек открывает его и дальше звонит. В чем здесь фишка? Фишка в том, что сопоставив, взяв временной диапазон нажатия на эту кнопку и сделав сопоставление звонков на сервере телефоней в пределах там, сколько-то секунд, эти пороги можно двигать после нажатия кнопки, да, можно сопоставить звонок с высокой вероятностью нажатию на эту кнопку. Не нужно никакого колл-трекинга, не нужно называть номеров сайта, это вообще прошлый век эти коды все, да. То есть реально система имеет небольшую погрешность, потому что, ну, однозначно видно, что человек пришел, по юзерной ID нажал на телефон и тут же в пределах там 10-15 секунд был произведен звонок, причем мы еще можем для точности определить регион, откуда пришел человек, откуда он нажал на эту кнопку и точность еще возрастает. Вот на самом деле система очень классная, реально практически беззатратная, ну там с минимальными затратами, не требует безумного количества телефонов, которые, если их покупаешь много, имеют большую погрешность в любой системе колл-трекинга, да, потому что их ротируют между клиентами, ну и тому подобное. То есть система очень такая приятная. Соответственно, вот такое сопоставление производится, клики с номерами и делаются выводы определенные. А выводы могут быть очень интересными. То есть взяв клиента по его Client ID, по User ID, можно определить то, что он звонил не одному дилеру, а нескольким, видимо, предыдущие чем-то его не устроили по каким-то причинам. Можно посмотреть, на ком он остановился, можно посмотреть, что он делал до звонков, куда он ходил, что он изучал. В общем, действительно интересная система, которая позволяет при стыковке с User ID, Client ID быть очень эффективным. Да, это все работает на практике, эти отчеты все реальны, и более того, все, что я вам рассказал сейчас, все реально, сделано, выполнено и работает. Что бы я еще хотел рассказать сегодня? Мы продолжаем про, скажем так, нестандартные возможности веб-аналитики. Я бы хотел рассказать про умную рекламу. Сегодня с умной рекламной проблема, проблема большая. Все используют безумно контекстную рекламу, используют ретаргетинг. Но проблема в том, что часто дело, проблема заключается не в рекламном инструменте, а в том, как этот рекламный инструмент используется в разрезе цикла принятия решения клиента. Вот в чем фишка. То есть, да, вы можете человека сколько угодно бомбить в контексте объявлениями. Купи, скидка, бесплатно, здесь, сейчас, суперновинка, а у нас продукт такой, а у конкурентов другой и так далее и тому подобное. Прекрасно. Но если его стадия принятия решения на данный момент не соответствует вашему рекламному объявлению, что в контексте чаще всего и бывает, и в ретаргетинге чаще всего и бывает, вы ничего не добьетесь. Ваша реклама будет неэффективна. Как это исправить? Определить стадии принятия решения, которые проходит человек перед тем, как сделать покупку у вас. Здесь необходимо быть сильным маркетологом и разбираться в том, что такое маркетинг, что такое путь клиента, что такое цикл принятия решения, знать хорошо свой рынок, конкурентов, товар и условия покупки. В данном случае есть несколько стадий принятия решения. Первая стадия. Пользователи в принципе не определились с материалом для облицовки фасада. То есть они выбирают между совершенно различными категориями из разных зон, из разных конкурентных полей. Вторая стадия. Они более-менее определились, что они хотят, например, сайдинг из всех-всех-всех-всех-всех материалов, которые у них был выбор, но не понимают какой. Третья стадия. Они не знают, какой производитель конкретного вида сайдинга им нужен. Четвертая стадия. Они не знают, какой цвет выбрать, какие цветовые решения существуют. Пятая стадия. Пользователи, которые готовят к покупке уже конкретно, но не определились еще с точкой продаж, не знают у какого дилера купить. Шестая стадия. Заинтересованные в монтаже. То есть они в принципе не отказались бы от монтажа, но на шестой стадии они хотят его провести самостоятельно. Седьмая стадия. Они бы не отказались от монтажа, но хотят, чтобы монтаж сделала профессиональная бригада. И восьмая стадия. Они со всем-всем-всем-всем согласны, все нашли, подобрали и хотят конкретно приобрести сайдинг, альтопрофиль, например, в данном случае, или ваш товар. Все эти стадии варьируются, разветвляются, и, естественно, у вас все это по-другому. Как работает система? Очень сильно упрощенная схема системы выглядит так. Есть сайт, или даже система сайтов. Мы умеем завязывать сайты с помощью аналитики в единую сеть. Сайт генерирует заинтересованных посетителей. Они попадают в так называемую систему подогрева лидов, которая определяет стадии принятия решения. На основе этих стадий принятия решения люди определенным образом подогреваются по этим стадиям, и в итоге формируются какие-то обращения в CRM. Из сайта, и система подогрева лидов, и CRM данные поступают в Google Analytics, который связан с Google Tag Manager, и с помощью этой системы идет управление рекламными компаниями, в том числе любыми медийными, контекстными, ретаргетинговыми, и обязательно email-маркетинговыми компаниями. То есть мы бьем не наобум по ключевым запросам, по сформированному спросу, а мы можем ловить также людей на любой стадии принятия решений. Соответственно, готовые к оплате отмечаются в 1С, данные отправляются об оплате, фиксируются, и у нас есть полная картина по стадийности. Ну, соответственно, Google Tag Manager управляет рекламными компаниями, определяет стадию, как правило, на этом этапе мы еще используем пивик. Достаточно упрощенная, но чуть более сложная система выглядит следующим образом. Есть поисковые системы, есть рекламные системы, я напоминаю, что поиском далеко все не ограничивается, есть множество интересных рекламных систем, которые часто по охвату больше поиска. Есть Google Tag Manager и есть какой-то сервис, который шлет цепочки писем. Это вот касательно канала email-маркетинга. Эти цепочки писем продуманы в соответствии строго со стадиями. К каждому письму и каждой стадии соответствует посадочная страница на сайте, соответственно, каждой стадии соответствует свой комплект баннеров, и как только человек видит баннеры, переходит на страницы, подписывается на письма, какое-то событие происходит в цепочке, и мы видим, что человек явно интересуется конкретной стадией. Он может не с первой стадии начать, мы можем человека поймать уже на шестой стадии, когда он интересуется самостоятельным монтажом. И после этого мы начинаем его гонять по оставшимся стадиям, пытаясь закрыть сделку. Если вдруг человек оказался на шестой стадии, но потом он вдруг не может выбрать цвет, соответственно, стадии отбрасываются. Под каждую стадию и под общий процесс принятия решения проводится KPI, все они четко формализованы, прописаны. Выбираются рекламные площадки, самые разные, это вот, например, просто для клиента, частично выбранные площадки, они могут быть любыми, их огромное количество, аудитория их огромна, даже кроме поиска. Под каждый рекламный канал делается креатив, баннеры с ресайзами, с различными посылами, под брендинг, под товарные категории, под любые истории. И после этого у нас есть собственная база данных, тут без собственной базы данных не обойтись, которая объединяет данные из Google Analytics, из рекламных систем и из стадийности. То есть мы четко можем видеть, на какой стадии принятия решения находится человек, каков его Client ID из Universal Analytics и как он проходит нашу стадийную историю. Соответственно, четко видно региональность, четко видно его почта, имя, ВКонтакт, Facebook ID, стадия принятия решения, дата получения писем, подписок и так далее. К Новому году данная система управления такой воронкой расширенной стадии принятия решения будет запущена нами как сервис, она уже практически разработана и закончена, и вы сможете на самом деле использовать ее для своих сложных товаров, услуг, может быть даже и для e-commerce можно использовать, почему нет. Мы ее запустим, объявим, так что следите за новостями. Соответственно, также есть визуальная такая градация, когда видно на каком этапе какие события и действия были произведены и соответствует ли поведение пользователя заранее продуманному нашему сценарию. Ну, вот это все уже сделано, я хочу сказать, что это не теория, да, потому что очень много, и мы тоже этим занимались в прошлые годы, и наши коллеги сейчас занимаются, очень много теории, да, в аналитике. А вот можно сделать вот в теории вот это, а вот можно все состыковать, можно все связать. Но где кейсы? Да, российских кейсов, к сожалению, нет. По времени, на самом деле, я немножко сейчас вот, к сожалению, не могу сориентироваться, есть у меня время еще или нет, сейчас, может быть, мне подскажут. Но, тем не менее, один слайд я точно еще могу озвучить, и он говорит о том, о чем я вначале говорил и хотел бы повториться. Уровень веб-аналитики в России, проникновение ее слабый и низкий, это подтверждается фактами. То есть, на 48 только процентах из работающих сайтов интернета установлена какая-либо система аналитики, да, и только на 20 процентах из этих работающих сайтов, на которых есть система аналитики, да, то есть это еще меньше, да, стоит Google Analytics, то есть более или менее вменяемая система аналитики. На всех остальных сайтах стоит совершенно бесполезная либо Яндекс.Метрика, либо Live.Internet, либо Rambler, там, топ-стоп какой-то еще что-то, то есть не аналитические системы совершенно. О чем это говорит? Не о том, что вот там поплакать нужно, как все плохо, а о том, что если вы сделаете даже минимальную настройку веб-аналитики и начнете применять ее даже по целям, событиям, и вгрузите туда расходы рекламные и свяжете ее, может быть, с телефонией, даже не трогая CRM, вы будете лучше, чем 80% ваших конкурентов. Ну понятно, от рынка к рынку это будет меняться, но тем не менее. То есть многие сегодня думают как, есть какая-то волшебная таблеточка, наверное, обратный звоночек на сайт поставить, чатик запустить, сайт переделать нужно срочно, посадочную страницу нужно заказать, но не делают очевидных вещей. Да, они сложные, да, это не быстро, да, это не так круто, как поставить код обратного звонка на сайт и раздражать людей этим, да, не так круто. Но в конечном итоге именно это дает преимущество вам, да, максимально конкурентное, то есть сделать сайт по маркетинговым стадиям принятия решения, а не на основе дизайна и технического задания, настроить аналитику по целям и событиям, а не просто поставить код счетчика, дать рекламу по стадии, а не просто «купи сейчас срочно скидкой 5%». Никто не говорит, что не нужно делать и простых банальных вещей, которые делают все подряд, но если мы говорим о конкурентном преимуществе, о конкурентной, скажем так, борьбе, то этого явно будет вам недостаточно, этого явно будет мало. Давайте я, может быть, продолжу рассказывать некую теорию, по времени, к сожалению, счетчика здесь я не вижу, но я думаю, меня остановит, если время подойдет к концу, потому что самое важное я уже рассказал и чуть-чуть теории по веб-аналитике я позволю себе рассказать. Смотрите, поскольку успешный бизнес всегда развивается сбалансированно, да, у него всегда есть как минимум по классическому, там, balanced scorecard подходу, по подходу сбалансированных показателей, всегда есть четыре области развития. Это клиенты и рынок, финансы, внутренние бизнес-процессы и обучение и развитие, как внутри компании, так и вовне. Это классическая американская история развития, она вполне себе адекватна и, в общем-то, многие в России ей также активно пользуются. Получается, по этой модели и вообще, в принципе, к подходу веб-аналитике, что разным сотрудникам вот из разных вот этих вот зон, из разных департаментов и из разных направлений веб-аналитика нужна разная, да, кому-то она нужна там по конверсиям, по действиям, по событиям, кому-то она нужна в рамках жизненных циклов, возврата на инвестиции, кому-то она нужна как верхнеуровневые рои, то есть, а вообще у нас интернет-маркетинг в плюс работает или в минус, естественно, все это зависит от повышения уровня менеджмента, да, и какой-то операционности. Вот, поэтому и отчеты не могут быть универсальными. Естественно, если вы скажете интернет-маркетологу, как это вот сейчас тоже очень часто, к сожалению, бывает, что рои по контексту у нас 500%, что это даст интернет-маркетологу? Ровно ничего, совершенно непонятно, какие объявления конкретно, запросы сработали лучше, а если запросы и сработали, то как они работают от дня ко дню, а не в течение месяца, не по результатам месяца, как эти клиенты потом конвертируются в деньги, а не просто в конверсии на сайте, а кто из этих клиентов потом самый прибыльный, потому что на самом деле лид, который у вас фиксируется в CRM после интернета какой-то активности, он может быть убыточен для компании, да, то есть какие-то определенные рекламные компании могут приводить много лидов убыточных, что будет работать вам в минус. Поэтому совершенно непонятно, почему интернет-часть бизнеса и в частности веб-аналитика должна развиваться по-другому, почему отчеты не должны содержать, то есть почему отчеты должны содержать только трафик, конверсия, действия, охват какой-то, да, там, сравнение с конкурентами по трафику. Где финансы, где внутренние бизнес-процессы, где обучение, развитие? Соответственно, это к аналитике также и применяется. Финансы — это все стыковки с отгрузками, с заказами CRM. Внутренние бизнес-процессы — это различные системы промоутирования, личные кабинеты дилеров, которые также анализируются и так далее. Обучение, развитие — это контент-маркетинг, различные соцмедиа, внутреннее обучение, которое тоже подлежит измерению, например, да, посмотрел ли дилер вебинар или не посмотрел и так далее. То есть вот на самом деле, что такое веб-аналитика, да. Очень многим кажется, что веб-аналитика должна и единственное ее предназначение — измерять так называемую воронку продаж на сайте. Ну, на самом деле, как сейчас я расскажу, если успею, никакой воронки продаж на сайте нету. Почему? Тут немножко у меня нумерация сбилась, а вот почему, потому что на самом деле, когда мы говорим о воронке продаж, надо сразу же вспомнить о том, на каком, скажем так, этапе своего жизненного цикла находится клиент, и соответственно сразу же продажа, продажа становится рознь, да, о какой воронке мы говорим? Мы говорим о прямых продажах или через сеть дилеров, вы поняли, что аналитика очень сильно отличается уже сегодня, оффлайн или онлайн продажи, продажи рекомендательные, когда клиент вас рекомендует, продажи от разного спроса, да, по-разному анализируются, повторные продажи, какую воронку будем измерять. Следующая проблема, да, использование неверных показателей эффективности, я уже об этом кратко рассказал, да, что, ну, нельзя измерять рекламу только по ROI, но вот нельзя сказать, что мы месяц прокрутили что-то, даже в разрезе объявлений, даже в разрезе ключевых слов, и вот у нас вот это прибыльно, а вот это убыточно, вот это отключаем, этого делать нельзя, то есть нужно простраивать именно до жизненных циклов клиента. Какая проблема есть с ROI, да? С ROI есть та ловушка, в которую попадают большинство начинающих интернет-маркетологов, агентств и клиентов. При увеличении конверсии и при снижении стоимости этой конверсии на каком-то периоде, это вполне себе на самом деле частая ситуация, доходность от клиента начинает падать. Да, то есть так называемая конверсионная переоптимизация, как мы ее называем. Помните, в SEO была такая история, когда сайты переоптимизированные, да, текстами, внутренними факторами и так далее понижались поиски. То же самое и здесь. Начинают приходить нецелевые клиенты, беспокоят ваш колл-центр, ваших менеджеров, начинают тратить ваше время, в процессе могут быть убыточные возвраты, заявки, какие-то иски и так далее от них. То есть снижая максимально стоимость конверсии и повышая саму конверсию коэффициент, это никак, совершенно не говорит о том, что у вас будет расти доходность пропорционально. Это бред. Рои от конверсии. Из разных каналов приходят клиенты разного качества, покупают разные товары из разных ценовых категорий, поэтому в зависимости от конверсии, от ее стоимости, от ее коэффициента, рои также может плавать от сугубо положительного большого до резко отрицательного. Причем в какой момент времени это происходит, вы можете не проконтролировать, потому что там в эту неделю здесь может быть плюс, в следующую неделю здесь может быть минус, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, по каким, скажем так, целевым аудиториям, категориям, каналам, как это все у вас контролируется. Даже считая жизненную ценность клиента, то есть упрощенную сумму денег, которую он вам принес за все время, мы сталкиваемся с тем, что очень часто рынок имеет ограниченный размер, особенно в сложных товарах-услугах, высокодоходных клиентов ограниченное количество, соответственно, вот синенькая, да, это у нас с вами прибыль от клиента, то есть и деньги фактически, которые компания заработала, а красные — это его пожизненная стоимость, то есть те деньги, которые он просто заплатил. Так вот, именно прибыльность клиента, она может очень, скажем так, сильно варьироваться, то есть даже при одинаковой пожизненной стоимости разные когорты клиентов могут быть разноприбыльны, это тоже необходимо считать. Проблема номер четыре, которая есть в веб-аналитике, которая есть в России, которая есть в подходе интернет-маркетинга — ориентация на разовую первичную продажу. Почему-то агентства, интернет-маркетологи, клиенты считают свой долг выполненным, и ничего больше не анализируется и не делается в стратегии рекламе, если человек сделал какую-то заявку, заказ, оплатил, купил. В определенных отраслях это оправдано, но уж точно не в B2B, уж точно не на сложных рынках, да и в e-commerce тоже не всегда. То есть, как правило, первичная продажа — это только начало, начало длительного цикла клиента, сейчас мы до этого, если успеем, дойдем. Поэтому глобально никакой одной большой воронки на сайте нет. Почему? Потому что есть так называемый цикл клиента, который бьется по куче стадий, и воронка продаж, вот про которую говорят на сайте, она занимает там половину, да, от этого цикла клиента. Есть действия до воронки продаж, есть действия после воронки продаж, и все это используют свои инструменты интернет-маркетинга, свои аналитические возможности по аналитике, и даже на этапе воронки продаж очень часто кое-что, например, телефония, например, оффлайн-конверсия, они остаются за гранями этой воронки продаж, хотя, казалось бы, они должны в нее попадать. Не говоря уже про формирование потребностей, поиск решения, период использования, положительное или отрицательное впечатление, рекомендация знакомым и так далее. Аналитика до продаж, да, очень часто путают конверсию на сайте или оплату по кредитной карте даже на сайте с продажами, да, и уж с прибыльностью тоже. Это вообще абсолютно разные истории, но я рассказывал только что почему. Нужна связка обязательно с учетными системами, CRM, 1С, отгрузками, да, какими-то с завода. Обычный Google Analytics, который уже, правда, ну не работает, не поддерживается, хотя у кого-то он до сих пор стоит еще, да, ну в смысле не используется функционал, да, user ID, стыковки, он не позволяет стыковаться адекватно по идентификатору клиента с CRM, с телефоней. Соответственно, нужна персонифицированная аналитика, которая позволит построить всю эту цепочку. Я здесь для вас привел две инфографики на самостоятельное домашнее чтение, цикл предположительный клиента и измерения и возможных проблем в B2C и такой же цикл измерения и возможных проблем в B2B. Ну и такой самый важный слайд, все-таки я до него добрался, скажу. Это зачем управлять жизненным циклом клиента, да, зачем это делать? Вот смотрите, есть график месяцы или дни, есть покупки первая, вторая, третья и какая-то, да. Соответственно, в зависимости от того, на какой стадии цикл клиента и на какой покупке он находится, используются, как вы видите, внизу разные рекламные каналы, состав аудитории, вот видите эти кружочки наверху, так называемый профиль меняется, клиенты потихонечку отваливаются, какие-то, может быть, новые подтягиваются из старых и так далее. Получается, что мы не можем одними и тем же рекламными каналами, одной и той же стратегией, одними и теми же замерами действовать на разных этапах жизненного цикла. Ну и все, что я сегодня рассказал, оно также неплохо объединяется в структурной схеме веб-аналитики для вашего домашнего тоже изучения. На этом у меня все, меня зовут Владимир Давыдов, это мой Facebook, это моя почта, сейчас я отвечу на все ваши вопросы, а все, что не успеем или вы не придумали еще, пишите мне, я отвечу, спасибо. Спасибо большое, Владимир, мы ждем, друзья, ваших вопросов, я надеюсь, что сейчас вы их сформулируете и обязательно нам пришлете, но пока вы их формулируете, я хочу напомнить вам, друзья, о том, что 23 октября в Москве пройдет крупнейшая интернет-конференция «Кибермаркетинг-2015». И это будет не просто кибермаркетинг, а кибермаркетинг в совершенно новом формате, поэтому не зря мы его называем кибермаркетинг-перезагрузкой. Вас ждут сразу три параллельных секции, которые вы можете посетить, либо каждую из них, либо меняя их в соответствии с программой, секции по диджиталу, по SEO, по мобайлу и по RTB, по контекстной рекламе и так далее и тому подобное. И спикеры темы докладов вас просто потрясут и удивят. Не забывайте о том, что до 23 сентября вы можете получить возможность пройти на конференцию по специальным, очень необычным для конференционного, кажется, нашего всей деятельности и жизни ценам. Эти цены вас прекрасно и приятно удивят. Нет вопросов, друзья? Ну что ж, я надеюсь, что в таком случае вы сможете задать вопросы Владимиру на телеканале SEO.pult.tv, где его вебинар появится в записи ровно через неделю. Спасибо большое, Владимир. Спасибо и вам. На этом я, Владимир Давыдов, а также обучающий центр кибермаркетинг и телеканал SEO.pult.tv. Прощаются с вами, друзья. До следующей среды, до нового вебинара. Всем доброго. Пока.